Сын Человеческий пришед Вера наша, конечно, настолько ослабела, что мы уже, хоть и говорят многие там, да, 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 я помню, но на самом деле внешняя вот эта сторона, то есть видимая такая, земная, она настолько загораживает от нас духовную, что люди совершенно забыли о Боге. В каком смысле? Именно в том смысле, что Господь творец и промыслитель всего, то есть он без воли Божьей скажет, голос в голову не упадет, без воли Божьей никто ничего не может сделать. Вот этой веры почти нету, почти нету, потому что люди, видимость вот эта вот там, все время, современная, так сказать, жизнь вся, особенно все эти распространенные, весовские, так иначе не скажешь, конечно, вот это телевидение особенно, оно, значит, везде показывает вот это то-то, 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 но это только внешняя сторона. За всем за этим стоит внутренняя сторона, стоит сторона духовная. Но эту духовную сторону, об ней никто не говорит, поэтому телевизору никто не говорит, никто не говорит, что вот то, что совершается то-то, 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 что причины этому грехи, об этом никто не говорит. Вот оказывает этот грех. Вот там насилие, вот там убийство, вот там то-то, вот там разра, то-то, то-то. Но что? Причина-то это все в чем? Откуда началось? Где все эти убийцы, насильники все это? Они ведь вырастают в каких-то семьях. Они ведь растут. Чьи-то дети, чьи-то мужья, чьи-то жены, чьи-то дети, чьи-то братья. Один сом, это же люди. Та распространенная вот эта формула, которую обычно говорят, у нас любят такое выражение сейчас. Ну такая жизнь сейчас, вот жизнь такая пошла, вот жизнь пошла. Что значит жизнь? Жизнь это все мы. Это не что-то такое отвлеченное, это все мы. Поэтому состояние вот это, которое показывается, это состояние всего мира и нас самих тоже. Мы родились в это время. Не в другое время мы родились. И не случайно. Нет. Случай – это Бог дурака, как есть такое выражение. Случайности нет никакой. Мы родились именно в это время. И для этого времени мы соответствующий материал. В это время, когда полностью, почти, забыта истинная вера. Много ли людей, которые строят истинную веру? В церковь ходят? Очень немного. Больше все увлекаются всем, что говорится, где-то такое передается, но не истинные. И вообще истина настолько забыта, настолько оставлена, что люди готовы что угодно принимать, какое угодно учение, какую угодно веру, но только не держаться истинной веры. Поэтому такой винегрет. Наши времени говорят, да, с профой такая есть. Говорят, явления всякие через одного чуть ли не. Какие-то особые явления, какие-то чувствуют, что-то видят, какие-то видения, там, оскровения чуть ли не. Это все, говорит, все это может быть, только откуда все это? Откуда все это? И все эти чуть ли не объявления, где там изгоняют весов, понимают, что это такое? Отгоняют порчу, снимают это, что-то не читаешь, надо посмотришь. Снимают порчу там где-то, объявления, снимают порчу там, кто-то привораживает, отвораживает. То есть, колдовство поставлено на промышленную основу, так как и все это. Никто не думает об истине, никто не думает о спасении души, о Боге. Нигде нет слова ни о грехе, ни о спасении души. Только о том, вот там живут богато, здесь бедно, вот здесь у этих вот, этих зарплат получают, не получают только. Да, есть, конечно, еще понятия некоторые, в основном у людей, конечно, которые стараются хранить веру истинную. И именно в православной церкви это еще понятие сохраняется. Вот мне Господь сподобил быть на освящении храма вместе с патриархом. Вот, значит, присутствует, значит, в патриархе, вот, и в слове, которое сказал наш святейший патриарх, он замечательно сказал, что я был в Киржаче, на Киржайской земле, значит, и народ, который обратился к патриарху, он говорит, не просил. Они не говорили о том, что им не платят по несколько месяцев, хотя им не платят, что у них там, значит, там еще какие-то нужды, труды. А они, говорят, просили одного, просили помолиться главу нашей церкви, чтобы Господь дал им терпение. Вот это понимание духовное. Они, говорят, добродетель, терпение просили, чтобы Господь дал терпение. Вот, вот, это удивительный, конечно, пример того, что, что самое главное. Самая главная духовная сторона. А все, что говорится вокруг, это только все иное. Только разжигаются страсти, разжигается озлобление. На кого? На каких там, на каких там поведений, на деятелей. Да это все, нули сплошные, все это. Если Господь поставит там какую-нибудь цифру, тогда они что-то значат. А так, в основном, по нули все. Поэтому никто, не больше Пилата, который хвастался, я власть имей распять, и власть имей пустить. И тут же, хотя понимал, что невиновен и должен был отпустить, а подписал распять. Так и все эти люди, на которых часто вызывают озлобление, они не больше такого Пилата. Они могут понимать даже, что не то, а делать будут то, что будут делать. И поэтому, а, и это так каждый человек, так каждый, слушайте, каждый человек находится во власти греха. А на чем сыграли? А у Пилата на чем сыграли? Место потеряешь. Не друг кесарю, все, следишь отсюда. А, он за кресло схватился, и тут готов что угодно подписать. Все просто. А на смерть, кто предавал на распятие? Зависти ради предаша, так и все. Опять страсть. Здесь, значит, там одна страсть, там другая. Один, что там, гордость, так все. И зависть, злоба. Вот эти страсти, все они и живут, и они, собственно, и являются причиной. А что там, это как там, все остальное, все остальное только проявление этих страстей. И поэтому нужно, как сказал один из подвижников благочестия, тоже митрополит Вениамин Фетченков, а во все это предавать воле Божие. А ревновать, прежде всего, о православии. То есть о православной вере. О православной вере, о своей душе. Потому что это то, что Господь сказал. А еще мир весь приобряющий душе, стоит щетишка и польза. То есть вот, чтобы не повредить душе, вот этим нужно по-настоящему заниматься. От этого, от всего и уводит современная жизнь. Она все показывает, то-то, то-то, то-то нужно. Да нужно, конечно, то-то, ну, нужно. Ну, да, нужно, Господь пошлет, ну, вот, и посылает. Вот, нужен нам для жизни что-то. Да ведь нам грех говорит, мы, слава тебе Господи, живем-то. Ну, ладно. Мы живем, нас всем не голодаем, чтобы нам сказали так, чтобы мы... И тут, в основном, народ, который пришел, он не в последней одежде пришел. У них, видимо, что-то еще есть. И ни один комплект иногда бывает. Поэтому, о чем говорить? И пришли, в основном, люди, которые имеют даже отдельные квартиры, отдельные дома, не говоря о том, что они имеют свой угол. А каждый имеет свой угол. И поэтому нам, о чем говорить? Все мы имеем. Слава тебе, Господи, где жить. Слава тебе, Господи, чем одеваться. Слава тебе, Господи, что кушать. Все это мы имеем. Поэтому, как сказано в Евангелии, Господь знает, что всех всех требует и посылает нам. Поэтому нам нужно, прежде всего, меньше грешить. Вот это самая сложная проблема. А это все грех. Все, что против любви, и, как сказал другой подвергник благочестия, замечательные слова, сказал Афонский подвижник, сказал, запомни некому человеку, грядут времена, когда только любовь спасет нас. Учись растить себе любовь. Все остальное грех, хуже смерти. Только она жизнь. Мы пропадем без любви, пропадем. Вот слова Афонского подвижника. Все остальное грех, хуже смерти. Все. Все, что без любви. Ну, так и есть. Это взято из Евангелия все же. Возлюбив Господу Бога Твою, всем сердцем, всей души, всей мысли, всей крепости, всем помышлением. И ближе в свое, кто сам себе. На этом весь закон и пророки. Все. Если есть хоть сколько-то любви, то, да еще к ней, конечно, и смирение, естественно, то большинство проблем, как говорит святитель Игнатий, святитель Феофан, вернее, говорит, если смиришься, то больше половины проблем перестанет существовать. Если с помощью Божьей стяжать хоть сколько-то любви, то все станет, по крайней мере, очень многое станет и так сложно и разрешимо. Любая почти так называемая наша проблема, она очень часто искусственная. Вот, вот так, так. Ну, а почему так? А может быть так, ну и что? Ну, ладно. Ведь вот мы хотим, чтобы было вот лучше, лучше, вот и за это вот, вот это вот, не так, так. А лучшее в каком смысле? В земном смысле. Вроде бы и хорошо, однако, как раз тот же самый Вениамин, митрополит, говорит, когда, говорит, были, приводить народы, примеры народы под гнездом других, то, говорит, они были, в вере крепче. А когда стало у них лучше жить-то, в вере-то стали хуже они. Не стали лучше, по крайней мере. Лучше не стали, да и даже, пожалуй, хуже. По крайней мере, конечно, у нас известно это, что вера крепла, когда были трудные времена. А когда, ну, не дай Бог, конечно, все-таки так, по земному, когда началась Вторая мировая война, так тогда почти все вовсе, и включая правителей, все начали обращаться, Бог, а куда денешься-то? Только на Бога надеяться. Так, святые отцы говорят, и у нас будет для укрепления веры Господь отнимет от нас всю земную помощь, чтобы наделись только на помощь небесную. И отнимет всех правителей, и говорит, чтобы наделись только на Бога.